На России продолжается хаос и разруха, и в этом выпуске вы увидите, как матери российских солдат рассматривают восстание против московского режима, как россияне сбили свой вертолет, как неопознанные дроны массово атаковали Краснодарский край, как Лукашенко признался, что ему снятся сны с дойными коровами, какая разруха происходит на России при этом режиме, как Омск утонул после ливня с градом, и многое другое. Так, матери и жены российских солдат, уже предлагают вариант восстания против московского режима. Путин и все их дети, и сами же, за границей, на Мальдивах и везде отдыхают, а наши пропадают, возьмем и встанем все вместе, одна поле не воин, а все мы вместе сила. Амакадмакалмакашам, до каких пор нам ждать? Давайте встанем все вместе, почему наших детей отправляют, почему мужья наши пропадают, почему отцы наши пропадают и дети пропадают? Это что такое? Не вариант нам всем встать и свое слово сказать. Тем временем, прошлая ночь для Краснодарского края оказалась второй бессонной. Более ста неопознанных дронов нанесли массированные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, нефтехранилищам и другим объектам, имеющим отношение к военно-промышленному комплексу РФ. В результате удачных ударов, на российских предприятиях возникли возгорания. Тем временем, российские противовоздушные силы снова облажались, избили собственной вертолетка 29, который рухнул в море. Вертушка гонялась за надводными дронами, когда получила удар от российского панциря. На борту находилось четыре человека и все они двухсотые. Также одна российская ракета ударила по частному дому, что зафиксировала камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как зенитная ракета, промазав по дрону, упала на жилое помещение. Вот что творит московский режим, используя средства ПВО в жилой застройке, прикрываясь мирными жителями. Район 44-й школы, около компьютерного клуба. Вообще ничего не слышно, кроме самого завода, который на данный момент работает. В сторону Афибской и Смоленской больше. И Ильской главное было слышно. И в сторону Афибской и Смоленки. А вот Лукашенко признался в грязных подробностях своих ночных снов. А в порту Ростовской области похвастались, что на третьи сутки они смогли потушить горящие нефтехранилища. В итоге полностью выгорели три огромные бочки. Теперь давайте посмотрим, какая разруха происходит на России. К примеру, посмотрите на трассу Томск-Белый Яр. Если так посмотреть, то сразу и не скажешь, что это трасса. Так, в общем так, я тут встряла. Вот, отсыпают участок. Дороги проехать невозможно. Ну, мне еще повезло. Я тут... Вот, где там я? Где там я? Там ребята большие грузы. Вообще всю ночь простояли. Ну, они там проехать не могли. Ну, дорожники вот только недавно приехали. Сейчас, говорит, отсыпят. И поедем. Как мы и отмечали ранее, российские подстанции перестали справляться с нагрузкой, и часто задымляются. К примеру, это засняли в Краснодаре. Вон, дымок идет. А в Оренбурге, местный житель показывает, что осталось от его дома после того, как в апреле прорвала дамбу из-за распила бюджета московским режимом. Теперь мужчине сказали, что никаких существенных выплат он не получит, и он остался у разбитого корыта. Ну, вот, собственно, наш дом. Вернее, то, что от него осталось. То есть, дверные проемы отошли. Трещина идет по всей кладке, не только по штукатурке. Специально чистую штукатурку, как бы. Вот, и, так, вот, оконные раны, проемы отошли. Ну, и по всей стене вот, оторвали обои с чистильтурью. То есть, только идет трещина по всей стене. Это не штукатурка. Это кладка. Это кладка. Вся. Весь дом. Вот, то есть... То есть, просто кирпич вот этот вот. Его нет. Ну, здесь гипсокартон, здесь не видишь. Он, естественно, весь тоже рассыпался. Так, вот, убрал утеплитель. Вот. И вот она идет, эта трещина снаружи. По всей стене. Вот. Здесь фундамент треснутый. Тем временем, сегодня пришла очередь Омска тонуть и получать порцию града. Как мы видим, удар стихии происходит на России ежедневно. Вот, после дождя. Вот так люди должны ходить. Невозможно не пройти. Вон, машины. Вот у нас град. Хе-хе-хе. Вокруг, возле дома. Вон что. Все тропиночки. Вот прибывает вода. На Патумской. Первый этаж. Первый этаж. Первый этаж. Первый этаж. сегодня пенсионер прожить только на одну пенсию да нет конечно ну что делать это бесполезно как реже менять надо они подрабатывали отсюда ставьте лайки подписывайтесь на канал жмякайте колокольчик обязательно оставляйте комментарии для помощи каналу ссылки в описании